Живет он у нас уже три года здесь. Очень хороший, общительный парень, ласковый. Этот ласковый парень по кличке Черныш уже сутки не может попасть к себе домой. В подвал многоэтажки по адресу Декабристов 6А. Всего в подвале живут 8 кошек. Местные жители годами их кормят, прививают и стерилизуют за свой счет. Но с недавнего времени, как утверждают жители, бездомыши стали неугодны спортивному тренеру, который арендует это помещение у местного ТСЖ. Он сказал уборникам, выловить кошек и поубивать. Дворник, текушку, все это передала мне. Она отказалась это делать. И тут, конечно, я подняла уже вот этот весь скандал. Потому что встала на защиту этих бездомных животных. Для кого-то дети, да? Для меня вот они дети. Я радуюсь, когда, например, нахожу им дом какой-то, ну, как бы, когда попадают в хорошие руки. Но неравнодушные боятся, что попасть в хорошие руки животные уже не успеют. Их отсюда выживут. Мы попытались проникнуть в помещение, где живут кошки. У жильцов есть ключ. Но открыть и зайти туда не смогли. Закрыто изнутри. Значит, в подвале кто-то есть. В подвале кто-то есть. И там закрыто. А они закрылись. Изнутри? Конечно. В подвале этого многоэтажного дома находится пять кошек. Но выйти на улицу они не могут. Подвал закрыт, а отдушины наглухо замурованы. А ведь в прошлом году Минстрой России предлагал запретить закрывать наглухо подвалы и отдушины в многоэтажках, чтобы животные спасались от дождей и холодов. Но инициатива так и осталась инициативой. Мы решили узнать у представителей ТСЖ, действительно ли животным грозит гибель. В телефонном разговоре они пояснили, что убивать кошек никто не собирается. Но убрать их из подвала просто обязаны по санитарным нормам. Эти плошки по всему дому стоят. По всему. Сколько надо и сколько не надо. И причем они забывают, что надо поменять ее. Это ужасно. Мухота ванищет. Завхоз заверяет, что сама попытается пристроить кошек в добрые руки. Но отметим, что животные никому особо не нужны. Приюты переполнены. Не горят желанием забрать к себе кошек и тех, кто регулярно их подкармливает. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.